Так, также можно из септика спокойно налить всегда воды в бутылку, взять с собой в дорогу. Так, вода очищенная. Можно помыть руки. Так, друзья, всем привет! Рад вас видеть на канале. Меня зовут Сергей. В этом видеоролике хочу вам рассказать и показать, дать, скажем, пару советов, моментов по выбору станции биоочистки. На что стоит обратить внимание, какой септик лучше взять? Может вообще проще закопать пару колец и не париться? Давайте поподробнее об этом разберемся. Поэтому вам желаю приятного просмотра и поехали! Для начала надо определиться, сколько людей будет проживать дома и сколько будет гостей. У нас тут домик 6 на 11 на 2-3 человека, поэтому берем запас до 5 человек. Далее рекомендую всегда заказывать станцию у производителей, которые давно на рынке, которые знают свое дело, производят качественные станции и их монтаж. Тогда у вас будет и гарантия, и консультация, рекомендации и поддержка 24 на 7. На этом объекте у нас устанавливается Септик Тверь ПРО с производительностью 0,8 кубометров в сутки. Станция компактная, вертикальная, экономит место на участке, мощная степень очистки и универсальна. Может работать как самотеком, так и принудительным выбросом через дренажный насос. Обслуживать такую станцию достаточно 1 раз в 1,5-2 года. Ну и конечно, гарантия 10 лет от производителя, что очень радует. Сделав разметку на участке, начинаем копать котлован. Также важно обращать внимание, из чего сделаны стенки септика и как он выглядит снаружи и снутри. Тут толстый первичный полипропилен. Стенки дополнительно усиливаются ребрами жесткости, чтобы противостоять давлению грунта. Обращайте внимание, чтобы все швы были спаяны едино, не было ни трещин, ни сколов. Сразу было видно, что это заводское производство, а не где-то сделано в подъезде. На что важно обратить внимание при выборе станции, это как устроен перелив из камеры в камеру. Я встречал септики, в которых устроен перелив через трубки 20-40 мм. Такие септики легко засорить. Любая бумажка, фантик может забить трубки перелива. Поэтому выбирайте либо с большим диаметром от 100 мм, а лучше как тут. Когда все стоки из камеры в камеру переливаются самотеком. Это исключает наличие тонких трубок и шлангов конструкции, а значит исключены засоры. Стоки внутри станции биологической очистки Тверь ПРО проходят несколько этапов очистки путем мелкопузырчатой аэрации. На выходе получается очищенная вода на 97-98%, которую можно использовать для технических целей или сбрасывать в ливневку, траншею или дренаж. Выкопав котлован, отсыпаем дно песком, трамбуем, проливаем водичкой, выравниваем. Далее опускаем септик на свое место. И одновременно засыпаем песком по бокам и заполняем водой. При этом контролируем уровень, чтобы все было ровно. Продолжение следует... Далее копается траншея и устанавливается канализация к месту в доме, где будет у вас все оборудование. Ну и конечно, как только септик уже встал на свое место, можно производить настройки. Сейчас более подробно все расскажу. То есть, если кратко, кокулии заплыли в свою бухту в первый отсек. Это основной отстойник, где прям вот все большие крупные фракции оседают в своей камере. Дальше идет перетек во вторую. Во второй работают бактерии Ерши. То есть, они измельчают, переедают, перерабатывают ту среднюю и малую фракцию. Да, за счет воздуха и подачи кислорода. Потом перетекает в третью, уже фильтрация идет и осадка уже самых мелких частиц, я так понимаю. И уже оттуда переливается в четвертую, где у нас дренажный насос. Получаем, да, очищенную воду, без света, без запаха. Конечно, пить ее нежелательно, там, в чайник кипятить. В грунт уходить можно. Да, но можно сделать простую дренажку, либо ливневку. Кидать трубу, отсыпать щебнем, то есть, чтобы было куда принять то количество воды. И отсюда уже поступают, в данном случае, у нас дренажным насосом, очищенная вода, спокойно в ливневку. Также есть система самотечная. Также есть большое место для обслуживания. То есть, я сталкивался со станциями вертикальными, куда, ну, невозможно залезть. Тут, в принципе, можно даже в прятки играть. При желании можно залезть в септик, где никто не найдет. Также септик, могу добавить, не имеет запаха. То есть, при обслуживании он не фоняет, не воняет. Ну, конечно, правильно надо делать тоже и вентиляцию в доме. Это ставится стояк, клапан, чтобы все вентилировалось. А так, есть дополнительный бокс, где будет храниться вся электрика. Это компрессор, который будет подавать кислород в септик, чтобы жили бактерии, поедали и лучше себя чувствовали. В остальном, все элементарно и просто. Вот, один раз поставил, забыл и пользуйся, не заборачивайся. У меня, допустим, двое маленьких детей. Да, у меня уже и трактор синий был в канализации, и машинки разные. И поэтому, благодаря этой станции, то есть, ну, ее тяжело засорить. Потому что 110 труба на выходе, и приемник 110, переливы все 110. То есть, нету маленьких трубочек, как там у других септиков. И поэтому проблем нет. Если у вас тоже маленькие дети, то имейте в виду, всегда надо держать одного томоса в запасе. Потому что мы с этим сталкивались, когда в унитаз уплыл паровоз, мы его нашли в септике. Благо был в запасе. Так, также можно ее септика спокойно налить всегда воды в бутылку. Взять с собой в дорогу. Так, вода очищенная. Можно помыть руки. На самом деле, мы его еще не пользовались, просто заполнили водой. Поэтому можно умываться. Надеюсь, вам понравился такой видеоролик, друзья. Более подробно информация есть в описании под роликом. Ну и, конечно, залетайте в телеграм-канал, потому что мы этот домик готовим глобально. У нас тут будет массовая стройка. Когда мы его построим, конечно, я выложу весь контент полностью, целиковый видеоролик. Но в телеграм-канале всегда много интересных плюшек. Прямо с места полей, как мы делаем. Установлен септик, завезена доска сухая, строганная. Установлен колодец, подключен свет. У нас еще нету, ну, не все выводы сделаны вода, свет. Это мы все доделаем. И стартанем ставить этот домик. Поэтому еще раз спасибо. Следите за мной в соцсетях. Телеграм-канал в приоритете. Все сначала публикуется туда. Ну, а вам я желаю выбрать себе станцию биоочистки. Хорошую, ту, которая вам подходит. Чтобы вас только радовало и не было никакого геморроя. Еще раз спасибо. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok